Мы с вами находимся на одном из трех участков, где содержится сдавшихся плен с Азовстали. Здесь находится с Азовстали 2300 человек. Морковская пехота, которая сдавалась ранее, в целом здесь 2511 пленных. Есть такая специфическая особенность, пленные Азова, чем отличаются от других. Вам этого, наверное, никто еще не говорил. И когда вот сюда привозили, и каждого заводили дело, у каждого Азовца в основном при себе крупная сумма денег. Причем доллары, евро, гривны и очень много золота. Причем золота с бирками. Дальше выводы делайте сами. Именно, наверное, из-за этого такое отношение мариупольцев к этому батальону Азов. Батальон Азов, по нашим законам, это преступники, которым светит от 15 лет до пожизненного. До смертной казни вплоть. Это будет решать суд. И тот, кому предъявляется обвинение, это уже не пленный. А он переходит из разряда пленного в категорию обвиняемого преступника. И по ним будет разбираться суд. И он здесь находиться не будет. Они будут перемещаться в СИЗО. Все это обычные преступники. И будут содержаться в СИЗО как преступники. Наша задача обеспечить их жизнедеятельность. Кормить, поить, лечить. Показать, что мы не такие, как они. Мы не стреляем здесь в спины. Вы тут не найдете, кстати, вот как у них в Мариуполе, пыточных библиотек, они ее называли. Здесь такого нет. Можете пройти, вот вам все покажем. Никто никого не пытает, не бьет, не мучает. Кормим, поем. Показываем, что мы вот именно не такие. У нас организовано полностью трехразовое питание, свежие продукты в столовую, целенаправленно, по графику, как положено, по режиму. Всех выводим, кормим. При необходимости, кому необходима медицинская помощь, перевязки в плане такого, оказываются на месте. Если нуждается в госпитализации, то мы вывозим, соответственно, в военные госпиталя, где им оказывается хирургическая помощь и так далее. Смотря какая там ситуация. И после лечения их обратно возвращают сюда.